Быть очень внимательным, быть корректным. Обращаю ваше внимание, молодые мамы с колясками, старики, пожилые люди, подходить по-человечески к ним, с участием. Не наказать, а предупредить. Вот главный посыл к участникам патрулей, которые отправляются на улицы Ленинского городского округа. Рейды проводятся силами полиции, госадмотехнадзора и МЧС. Всего в патрулировании участвует более 30 человек. Данное мероприятие мы проводим уже не первый раз. У нас эта практика здесь уже налажена. Соответственно, именно целью и задачей стоит убедить граждан, чтобы они находились дома, чтобы не было распространения данной коронавирусной инфекции. Звучит команда по машинам, и экипажи отправляются каждый на свой участок. Всего их 10, и расположены они во всех поселениях Ленинского городского округа. У меня это самая пропуск. Пропуск. Настает тяжелкость. Документы можно? Да, конечно. В ходе проверки нескольких граждан в районе станции Расторгуева никаких нарушений не выявлено. Зато к одной из торговых точек у сотрудника госадмотехнадзора есть претензии. Продавец не смог предъявить необходимых документов. Юридические лица, которым запрещено работать в период повышенной готовности, это вот как такое кафе и шаурма, они тоже нарушают этот режим. Поэтому мы им выписываем уведомление, вызовут территориальный отдел. Но подобные инциденты скорее исключения. Как правило, торговые учреждения строго соблюдают закон. Впрочем, как показал этот рейд, и граждане ответственно относятся к существующим правилам. Добрый день. Здравствуйте. Можно вас? Да, мне сделают. Пропуск изменится? Ну, внук сделал мне. Основной упор делается на работу с людьми, находящимися в группе риска, пенсионеров старше 65 лет. При этом сотрудники правоохранительных органов осознают, что людям нелегко, а потому даже к нарушителям относятся с пониманием. В преддверии хорошей погоды все люди, которые уже устали на самом деле находиться на самоизоляции, то есть в квартирах, будут выходить без причин на улицу. Идет пока увеличение заболевших. И если вы посмотрите по картам, вы все увидите. То, что на самом деле это так. И люди, ну, конечно, устали, но профилактика должна быть профилактикой. Сотрудники полиции, госантехнадзора МЧС еще раз обращаются к гражданам с просьбой соблюдать режим самоизоляции и без особой причины не покидать свое жилище. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова